Намаскар! Что делать, например, если вам не нравится обед? Вариант первый. Первый вариант – практиковать принцип сантоши из йоги. То есть всё прекрасно, мне всё нравится, всё отлично. Я ем что-нибудь, мне это не нравится, но я думаю, что мне нравится. Иногда это работает. Но обычно точно так же, как наше тело нуждается в веществах, так же и наш ум нуждается во вкусах. И вкусы каким-то образом нужно получить. И я всякие разные нашёл ухищрения в своей жизни. Потому что если у тебя сформировавшийся вкус, который ты знаешь, что ты хочешь. И когда ты живёшь в коллективной, например, обстановке, и сам ты не готовишь, кто-то готовит, и не поругаешь особо. Приготовили и ешь, что дают. Но как-то надо выходить из положения, поэтому я использую специи. У меня есть две крутейшие специи, которые я использую. Один вариант – это чан кичат. Чан кичат вообще универсальное. Всё посыпаешь и всё мгновенно становится вкусным. Можно, конечно, и кетчуп использовать, но так себе идея. А чан кичат – самое то. Это прям утончённый вкус. Дело в том, что нам нужен кислый вкус, нам нужен солёный вкус, нам нужен острый вкус, нам нужен вяжущий вкус, сладкий вкус и какой ещё вкус? Горький вкус. Здесь почти все вкусы присутствуют. Да, пожалуй, все вкусы присутствуют. И когда ты их употребляешь, даже чуть-чуть, немного ты его вкуса поглощаешь, у тебя сразу наступает удовлетворение. Ну ещё тут недавно у нас прорыв. Мы даже название не придумали этой масали. Вот она, видите, нет упаковки, ничего. Но она на основе сушёных помидор и такая мощная штуковина. Посыпаешь и всё становится мгновенно божественным. Вот так. И что я делаю? А ещё один вариант – это ты на кухне, если специй нету, специи можете заказать, у нас намного специй, но уважающей себя кухне нужно много, чтобы специй было. Но если у тебя вот нету на данный момент чанки чат масалы, и прям на данный момент ты ешь обед, и он тебе не нравится, и тебе нужно срочно что-то делать для того, чтобы исправить положение, тогда берёшь какое-нибудь масло нужно. Обычно я в поисках нахожусь оливкового масла, но никогда его не нахожу, потому что его уже съели. Потом я что-нибудь ищу, что под руку попадётся. Подсолнечное масло мне как-то не очень нравится, по вкусу чисто. Ну вот льняное масло тоже нормально. Тут недавно мне задарили кедровое масло. Прям круто было, мощное такое масло. Ну вот льняное, кедровое, оливковое, кунжутное, там вот всякие разные такие масла. И ты наливаешь, наливаешь. Либо я смешиваю масло со специями, либо если специи нету, тогда можно натуральный уксус. Мы тоже сделали в прошлом году из яблок, получился совершенно шикарнейший уксус натуральный. Мы назвали его дочь гор, нет, сын гор. И вот всю зиму ели его, смешиваем масло с уксусом и соевым соусом тоже неплохо. Но специи лучше, потому что в них присутствуют вот эти вот все ароматы, в них присутствуют все вкусы. И мгновенно тебя отправляют в состояние самадхи. Вот так примерно берём и смешиваем. Вот так решаем все свои проблемы. Итак, ты поел и ты чувствуешь себя удовлетворённым при любом сочетании продуктов. Что бы там ни было у тебя в тарелке, этим ты удовлетворяешь свою потребность во вкусах. Кстати говоря, рядом со мной сидит королева специй. Её зовут Сумана. И она делает самые-самые-самые лучшие специи в моей жизни. Я уж сколько всё попробовал, перепробовал, она делает самые лучшие, у неё талант. И время от времени я буду тоже её просить, чтобы она на канале у нас выступала и делала мастер-классы по специям. Рассказывала про специи и показывала. Вот так. Так что нужно... Я вам желаю приятного аппетита! Нужно кушать так, чтобы было хорошо. Был баланс на физическом уровне. Ни много, ни мало. То, что нужно. Лишнего не надо. Был гармония, хорошая компания, хорошие разговоры. Было удовлетворение на психическом уровне, чтобы разум довольным остался. И на духовном уровне тоже. А чтобы на духовном уровне был хороший приём пищи, что нужно сделать? Нужно попеть мантру перед едой, чтобы пища впитала в себя вибрации духовные, зарядилась этими духовными вибрациями. Потом сказать мантру и внутренне осознать, что пища, ты, тот, кто её поглощает, вообще вся эта атмосфера, всё это на самом деле божественно, всё это проявление сознания и всё едино. И вот в этом состоянии кушать. Это будет идеальный приём пищи, которая не просто тебя кормит, но она ещё тебя возвышает духовно. Всё. Всего доброго. Намаскар. Субтитры подогнал «Симон»